Бурятская сказка Ему надо жену найти, чтобы сумела она его на правильный путь наставить и вовремя остановить. Послал он Тушамилу, найдите моему сыну самую хорошую жену. Пусть она будет дочерью последнего бедняка, мне все равно, лишь бы была умна. Отправились в Тушамилу, всю землю обыскали. И ехали, ехали, нигде не могут найти девушку. Много девушек встречали, умных много, красивых немало. Заглянули они в одну деревню и видят в краю бедную юхту. Возле этой юхты ничего нет. Ни коня, ни конной вязи, ни даже столба. К юхте ведь не привяжешь коней. Он ходит по кругу вокруг юрты. Выглядывает из юрты девушка. И говорит, а что вы не зайдете ко мне? Тушамилы говорят, коней нигде привязать. А девушка смеется над ними и говорит, вот зима, вот лето, привяжите своих коней. Взглянули Тушамилы один над другого. Не могут понять, как это привязать коней к зиме и лету. Присердились они на девушку. И вернулись к хану невеселые. Хан их спрашивает, нашли мне невестку? Душамилы говорят, мы все ханство объехали, а нигде не могли девушку найти. Все урусы, все деревни объехали. В бедные юхты заглядывали. И в богатые заглядывали. С каждой девушкой разговоры вели, а нигде не могли найти умную девушку. В такую бедную и заглянули напоследок, что вокруг этой юхты ничего нет. Ни коня, ни коновизи, ни столба, даже нет дерева. И живет в этой юхте какая-то неразумная девушка. И что же она вам сказала, спрашивает хан. Тушамилы говорят, выглядывает из юрты девушка и говорит, чего вы к нам в юрту не заходите? А мы говорим им, девушки, нам негде коней привязать. А девушка говорит, вот зима, вот лето, привяжите к ним коней. Мы ничего не поняли, ни слова не сказав. И уехали. Хан говорит, а там возле юрты сани и телега лежали? Взглянули душамилы один от другого и вспомнили. Говорят, как вы узнали об этом великий хан? Ведь возле этой драмной юрты и вправду лежали сани и телега. Усмехнулся хан и говорит своим душамилам. Вы, хоть и ханские душамилы, они поняли этого. Вот вам зима и лето. Хан сказал, скажите, где эта девушка живет? Я сам к ней поеду. Оседлал он коня и приехал он к драмной юрте. Привязал он коня к телеге, зашел в юрту и видит там, что в юрте сидят старик со старухой. И так же за работой была девушка. Обрадовался хан. О, здесь юр и красота. Хан спрашивает, девушка, как вас зовут? А девушка говорит, меня зовут Алтенхеша Золотые Ножницы. А хан говорит, почему вас так прозвали? Я все мудрости и хитрости разгадываю, как нить ножницами разрезаю. Хан спрашивает, принеси-ка мне веревку из пепла. Старик со старухой сами не свои. Как это их дочка выполнит? Ханский приказ, думает старик со старухой. Алтенхеша говорит, погодите, сейчас я вам принесу. Вышла она из юрты, свела она из соломы веревку. Принесла она ее хану, положила возле хана и подожгла. Сгорела солома и осталась веревка из пепла. Хан думает, и умом хорошая, и красивая. Хан дал Алтенхеше 13 яиц и говорит, выведи-ка мне 13 цыплят. Хорошо, сказала Алтенхеша, только для цыплят будет нужен корм. На эту кашу посею ее и вырасти, пока цыплята выглупляются просто. Обмолочи ее, вот и будет корм для цыплят. А старик со старухой сами не свои. Боятся, что из юрты выгонят, сломают юрту. А хан совсем не гнивается, только усмехается. Только о себе думает. Никогда такого быстрого ума не видел. Лучшей невесты мне нигде не найти. Бернулся хана к отцу Алтенхайши и говорит, давайте свататься. Пусть ваша дочка Алтенхайша будет моей невесткой. Хочу своего сына женить на ней. Старик говорит, когда вы ее заберете, за нами ухаживать никто не будет, кормить нас никто не будет. А хан говорит, я вам новую юрту построю, до ваших дней буду вас кормить. Хорошо, надо Алтенхайшу спросить. Алтенхайша говорит, да, я согласна. Приехали послы за Алтенхайшей, привезли ее в ханский дворец, устроили такую свадьбу, каких еще никогда не было. Мясо наготовили гору, озеро вина, море гостей. Пировали девять дней и девять ночей, ели едва-едва, разошлись на десятый день. И все довольны. Хан доволен молодой невесткой, ханский сын доволен красавицей с женой, а Алтенхайша довольна молодым мужем. Ум у него невелик, зато собой хорош и сердце доброе. В один прекрасный день хан говорит сыну, поехали на охоту. Поехали они, хан впереди, сын позади. Приехали в одну падь, встали охотиться. Хан вскоре подстрелил одну козолю. Хан говорит сыну, готовь нам обед, а я поеду в другую падь. Ханский сын спрашивает, как я буду готовить? Мы же не взяли с собой качел. Обойди с деревянной посудой. И ускакал хан на коне. Ханский сын достал топорик и срубил одно дерево. И стал выдалбивать деревянный котел. Сделал котел с маленькой ямкой. Приехал довольный хан. Увидел сына, глаза распучил. Хан сыну говорит, это что? Сын говорит, котел. Хан еще сильнее разозлился. Начал бить его плетью до тех пор, пока сам не устал. Приказал сыну домой езжать. Дома и поедим, говорит хан. Сын едва-едва на своего коня забрался и поехал по следам своего отца. Долго так ехали. Хан впереди. Ханский сын позади далеко. Оглянулся хан и видит, его сын сильно приотстал. И кричит своему сыну. Эй, сын, тяни своего коня за хвост. Сын слез в коня и начал тянуть коня за хвост. Хан подъехал к сыну и начал снова бить плетью. Приехали они вдвоем недовольные домой. Ханский сын отправился в свою комнату. Лег и охает. Алтанхайша говорит, что с тобой? Почему ты охаешь? Отец меня во время охоты долго бил. За что же он тебя бил? Спрашивает Алтанхайша. Хан мне сказал сделать посуду из дерева. Вот я и сделал котел. А за что же он бил тебя во второй раз? Спрашивает Алтанхайша. Да, хан сказал мне тянуть своего коня за хвост. Вот я слез в коня и начал тянуть коня за хвост. Выслушала это Алтанхайша и говорит, нет, он совсем не помешался в уме. Это у тебя не хватало ума понять его слова. А как их можно понять, спрашивает ханский сын. Алтанхайша говорит, когда он велел тебе обойтись деревянной посудой, ты бы нанизил куски мяса на сучок и жарил бы его на костре. Вот тебе и деревянная посуда. А зачем он велел мне тянуть своего коня за хвост? Да, раз ли он велел это тебе сделать. Он просто требовал, чтобы ты не отставал. И погонял своего коня хорошенько. Старый хан все их разговоры подслушал. Думает он, не обманулся я в Алтанхэше. Нет никого острее умом, чем она. Мои души милые. Перед ней глупые и неразумные дети. Могу я теперь спокойно оставить свое ханство? Так, по слову хана и стало. Как умер он, стало править ханство Алтанхэша. Золотые ножницы девушкой из бедной юрты. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!